Сегодня у нас шумный хлопотный день. Мы решили снять первый, как говорится, опыт, некое подобие кулинарного шоу. Конечно, это очень пышно звучит, но тем не менее, попытка началась. Значит, тут, как говорится, распределены по обязанностям. Один замечательный человек чистит сваренную картошку, другой, не менее, замечательный человек режет соленые огурцы и капусту. Третий замечательный человек, с теми замечательного человека, стоит с изумленным лицом и думает, что сказать. Это не шоу, никакое не кулинарное, не кулинарное, не кулинарное. Нет, Катя мне обещала, что она мне поможет разобраться в турецкой кухне, потому что сложно очень, непонятно, вот видите продукты турецкие, непонятные. Мне здесь не хватает тех продуктов, которые были в России, и поэтому Катя обещала, что она мне научит готовить турецкие блюда. Как называется? Который готовится быстро. Что сегодня будем делать? Суп из чечевицы будем делать. Это какой-то национальный суп? Мерджемек. Это чисто турецкий или запознан? Чисто турецкий. Чисто турецкий суп. Из чего ингредиенты основные? Это чечевица красная из чечевицы будем делать. Туда идёт морковь, картошка, лук и масло. Какое? Растительное масло. Оливковое, подсолнечное. Оливковое можно. Да, тоже оливковое можно. И всё это сварить и сбить блендером. Мы делитесь, как вам покажем. Получается гомогенная масса. Да, она как вот... Ну, мы к этому не привыкли. Ну, как суп-пюре. Да, суп-пюре. Суп-пюре. Как детская каша у них. Ну, мы не привыкли, но это вкусно получается. Мы ели в ресторанах, а там точно нет бульона? Бульона нет. А вообще нет бульона? Точно нет. Не добавляется мясо бульона? Здесь мы купили тмин. Это раздробленный тмин. Кимьон называется. Так вкус совсем другой бывает. Чечевица сама по себе тяжёлая. А если положить кубик? Нет. Это уже не стоит, потому что мы туда кладём тмин. Тмин уже даёт совсем другое. Эта приправа совсем другой вкус даёт. Как? Хорошо, попробуем. Чем нас сегодня порадует с твоей помощью Алина? А, Алина мне будет помогать картошки сейчас почистить. Она самостоятельную роль не будет у нас сегодня играть. Она будет мне... Да. Но у нас достаточно уже квалифицированный человек, чтобы самостоятельно выступить на этом поприще. Я думаю, надо каждому дать принять какую-то посильную часть. Котовь или салат Алина будет готовить сегодня. Вон картошечка. Вон солёное огурце. Так, ну картошка, наверное, прежде всего. Да, картошка, лимон, солёное огурце, капуста. Масло какое-то добавляете? Масло, да. Растителем. Растителем подсолнечным. Подсолнечное масло. Надо потом всё перемешивать. Да, да, всё перемешивать. И майонез сверху. И майонез. Очень шикарно. Да, очень вкусно. Это будет такое... А вы уже это делали, правда? Это холодная закуска. Да, холодная закуска. Так, а выпивать мы к этому холодному закуску будем? Как тут вообще? Можно. Айран. Айран? Только айран. Почему? Если национальное блюдо... Во-первых, там дождливая погода. Пришли хорошие гости. Ну, давайте так и везти. Ну, вино. Вино, вино. Понятно, мы спирт пить не будем, а вино можно. Красное, Агася, белое вообще. Какое? Агася, какое вино будем пить? Тем более ты за рулём. Предпочитаешь какое вино за рулём? Не пьём. Вообще не пьём? Почему, Агася? Так, ну, вот главный помощник. Так, главный помощник прибежал. Что стало? Так, давай, давай, давай. Ну, всё, главный помощник. Что, мы хороводы водим, да? У нас сегодня радостный день. Мы будем хороводы. Мы пришли в гости. Агася. Вы сделали полуфабрикаты, насколько я понимаю, да? Да. Значит, это сварили картошку в мундирах, как в России говорят. Да. Порезали салат, положили луковицу. Не знаю, будете прямо в кужире туда её чистить и резать? Нет, так как у нас Инга, когда лук не кушает, по моей просьбе. Да. А мы можем лишить тебе удовольствия. Нет. Не хотелось бы. Этого не хотелось. Да. Так как Инга лук не кушает, сегодняшний день мы лук не будем класть салат. А вообще лук кладётся сюда или сюда? Лук кладётся, да. Это всё, да. Это всё мешает. За это мы сегодня этот лук не кладём, потому что Инга не кушает. Да. Мы картофель, картофель сварили, картофель кладём, листья салата. Салата. Это называется ещель салата на турецком. Как? Ещель салата. Зелёный салат. Ещель. Да. И кладём сюда майданец, на турецком называется это майданец, это петрушка, болгарский перец немножко, у кого есть красный, у кого есть зелёный, она у нас красная с этим зелёным смешанная. И солёные огурцы, солёные огурцы и чеснок. А на турецком. Салат Алык. А солёные? Салёные. Это тузу. Экчи салат Алык. И добавляем майонез и оливковое масло, красного перца, пулбиба, соль, туз и чёрный перец. Красный перец злой или не очень? А, такой средний. Кому как нравится. Да, кому как нравится, да. Потом это всё перемешивается с маслом. Перемешиваем маслом и всё у нас получается такой салатик. Это получается как холодная закуска? Да, как холодная закуска. Начинаем с красного перца. Ой, я все бумажки вытащила. Это что такое салатик? Нет, нет. Давайте ещё немножко перца. Так лучше я сама. И сейчас чёрного перца. Много не делать? Соли. Ну, соли лучше добавить. Так, давайте... Машину майданезу, петрушки. Ты ключ нашла? Да. Отдай. Болгарского перца. Наших солёных огурцов. Наших салатовых. Чеснок. Ещё в салатах. Да. И принесем, Алина, для этого чеснока. Сдавливаем сюда чеснок один. Сдавливаем чеснок сюда. Выглядит аппетитно. Витамины. Всё. Спасибо, Алина. Давайте майонез. Это кто? Это я. Это я? А ты я? Да. Лимон. Да. А что тут написано? И добавляем масло. Угу. 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 Всё смешаем сейчас. Получается он шикарный такой салат. Можете сделать такой салат, взять с собой на пикник. Шашлыки когда будете делать? В Турции очень любят пикники, да? Пикники, да? Очень часто. С семьями приходят. С детьми. На завтраки именно утром. С бабушками, с дедушками. Очень приятно видеть всё семейное. Дорогие зрители, выглядит вкусно. Опа. Когда попробуем, скажем насколько. Да. Ещё второе блюдо есть у нас. И наливаем масло, растительное масло. Это второй, да, салат у нас? Это салат. Морковный называется. Морковный салат. А масла много наливать? Масла много надо наливать. По-турецки хавуч салата. Да, добротно. Так. Сюда. Натёрт тёртый морковь. Его обжариваем. Она должна оставаться полусырая. Понимаешь? Так. Где-то пять минут, да? Да, примерно пять минут. Хавуч салат, потому что хавуч это морковь. Это морковь. Да. Так. Добавляем кусочек маленького чеснока. Так. Выжимаем чеснок. Морковка почти готова. Она должна быть полусырая. Всё. Выключаем под плитой. И оставляем, чтобы она остыла у нас. Остыла морковка. Берём туда, добавляем майонез. Первый салат у нас готов. Теперь второй салат. Второй салат. Это масокный салат. Хватит ли мы? Только без этой корочки. Да, да, без корочки. Добавляем натуральный йогурт. Да. Без каймак, да, называем здесь по-турецки? Без сливок. Я его сам съем, оставьте мне. Это мой самый любимый салат. Вкусный. Немножек соли. Это же много. Нет. И больше ничего? Никаких больше пряностей? Нет, никаких пряностей нет. Кто хочет, сверху можете поставить орешки. После морковного салата у нас сейчас третье блюдо будет. Это... Третье будет бюрек с творогом. Да. Салат почти готов. У нас получился морковный салат. Ага. И раз, так. Это один, это два, теперь третье. Угу, все. Так, будем делать турецкие бюреки. Сегодня мы будем делать с творогом. Это творог. Это сыр. Готовый, да. Немножко творога. Укроп и два яичка. Немножко сыра. Кто какой сыр хочет, но я люблю вот такой сыр. Немножко мягкий. Это сузмепейнер. Будем печь его в духовке. Угу. Юлав, он... Это не лаваш, это турецкий... Как там? Ювка. Ювка. Ювка называется. Можете купить в любом магазине. А также лор пейнер. Лор пейнер, да. Это они... Турецкий творог. Он, конечно, не похож на... Не похож на наш творог. Ну, за неимением. Да. А так, настоящий творог можно купить на базаре, на рынке. Нет? Да какой не настоящий? Мы покупали. Они как-то смешивают его, нет? Да не похож. Да. Да. Пользуйся тем, что есть. Так, и добавляем сюда... Яички. Одно только? Яйцо. Одно? Или два? Нет, два яйца. Ага. Соль, перец. И все, начинка готова. Соль, перец. И начинка готова. Какой перец нужен? Черный перец. Да. Хорошо. 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 Если у вас сыр слишком соленый, то вы можете перец, соли не добавляйтесь. Это чтобы не пользоваться. Все, начинка готова у нас. И у нас здесь три штучки. Раз, два, три. Ага. Сейчас подам спички. Берем, режем на пополадах. И на четыре части. Не сразу загорятся. Посмотрите, это тоже со всех сторон. А это у нас столчик маленький, ничего. Угу. Все. Как треугольник. Как треугольник. Как треугольники. Ты смотрел в фильм «Белое солнце в пустыне»? Нет? Нет? Ооо. Ты что? А теперь берем одно яйцо. Надо йогурт. Немного молока. Масло. Подсолнечное. Да, подсолнечное масло. Так. Соль сюда я не сделаю. Потому что там достаточно весь соли. Все смешиваем друг с другом. Будем обмазывать эти лаваши и ставить начинку. Сперва смазываем, а потом сверху начинку. Да, да, да. Сверху начинку и рулетиками. Все начинки. Так. А мы тут пока подвергаем камень. Дрова. Масло и молоко. Вы что-то не любите. Ягодить, Олега? Не ягодить? Ягодить. Так. Так. Обмазываем вот тут. Обмажем. Все. Алин. А. Я парамет. Ах, да. Руки убираю. Так. Эта штука я не надо. Берем начинку. Закрываем. Закрываем. Вот так. Закрываем. Вот так. И все. Рулет. Берем. Ставим вот сюда. Делаем такие рулетики подряд. Угу. Захватывающее зрение. Я очень люблю. Можно смотреть. Бесконечно смотреть. Да. Красота. Ну а, видишь, какая-то правильность. Как классно занялась. Угу. Анарик, посмотри, кто там стоит. Вон. Какой детка-то волосатый. Ты поцени. А глаза-то у него какие-то ширины. Огонь. 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 А как турецкая огонь? Огонь. 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 Да. Огонь. Огонь. ставим духовку на 200 градусов как вверх поджарится она уже готова это новое блюдо оливковое масло булгур до мелкие дроблены булгур из него делают она готовится по-разному кто-то на ночь оставляет воде я вот так сразу сразу беру я его сколько там грамм нет разницы нет разницы отдельно в другую сковородку немножко масла подсолнечного растительно томатная пасту это из помидора также есть и болгарского перца красного делают салчан называть по-турецки это бибер стал часы есть а также дома тыс сал часа дома тыс сал часы это помидорный томат а бибер сал часы это из болгарской перцев там немножко воды немножко воды стакан мне так уже немножко поменьше стакан поменьше совсем поменьше но не пару ложек побольше все оставляем его надо чтобы все пропиталось водой вся крупа ставим на маленький открываем и так наши береги уже готовы вот так шпич-шпук натаскиваем так получился пирог вкусно они как-то соединились между собой надо сейчас порезать плотно клали нормально сейчас надо так вырезать как аппетитно выглядит остынет она можно ее она остынет и делится все катя говорит что их нужно есть остывшими они будут вкуснее я все сам съем потом скажем какой вкус так наш к сыну остын сейчас у нас не горячие а теплые добавляем туда крошенные наши помидоров тут их немного отжал чтобы они были не очень мокрые помидоры на немножко сок помидоры очень мягкие болгарский перец цветной цветной зеленый разница какой есть такой это у нас петрушку это у нас петрушку майданес соль соль по вкусу немножко отжимаем лимон лимона большого лимона так а это у нас наши гранатовый соус добавляем нажимаются нажимаются это не телефон это лучше а это вот так вот все и размешиваем все размешиваем получается у нас такое блюдо называется пасыр блюдо готово теперь мы будем готовить чечевичный суп на из красной чечевицы из красной чечевицы берем немножко чечевицы его хорошенько руками промываем по 2-3 раза заливаем оливковое масло оливковое масло немножко подсолнечного масла это как микс лук картошка морковка все так жарить жарить не надо слишком минуту хватает и сюда чечевицы у нас совсем немного буквально пару минут ты обжарила да 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 много не надо они там сейчас обжариваются все вместе так надо просто добавить добавлять воды помоги помоги сколько минут там 10 минут она пока морковь будет мягкая пока морковь сварится чечевица быстро варится вот здесь 15 минут я думаю что вот наш чечевичный суп у нас сварилась морковка сварилась у нас если морковка сварилась все она уже готова к блендеру ее надо так красный перец красный перец черный перец черный перец интересно соль соль у нас есть такая приправа приправа которая называется тмин молотый это называется на турецком киньон одну ложку чайную ложку да одну чайную ложку чайную ложку чайную ложку киньона сюда и все размешиваем все уже готово смешали все готово чечевичный суп тоже готов все блюда уже готовы мы садимся уже ужинать все дорогие зрители уже приготовили все блюда теперь мы садимся за стол спасибо вам дамы что приготовили для нас эти блюда и такой вид на море я хочу выставить чувство глубокой признательности пришедшим нам гостям которые сотворили по сути дела кулинарное чудо они работали тут почти два часа не отдыхая все принимали участие и даже аннеля поэтому я надеюсь что это будет достойным завершением этих скажем больших трудов и мы воистину сможем отценить что позавидовать так что всем приятного счастья всем кто смотрит нам позавидовать спасибо аннеля ты бы снял ребенка как она не знаю уж не будешь приятного